Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! После свадьбы на Мальдивах фолловеры с нетерпением ждали новостей уже о настоящей торжественной росписи Ольги Бузовой и Давида Манукяна в России. Однако вместо этого парочка со скандалом рассталась. Вот уже несколько дней, как Оля полощет имя бывшего в социальных сетях. Более того, фолловерам звезды стали известны шокирующие подробности. Их, как оказалось, далеко не идеальных отношений. Впрочем, на деле все вышесказанное оказалось просто хайпом. Обман Оли и Давида вскрыли случайные прохожие и официанты ресторана, где недавно отдыхали влюбленные. Подтверждение этой новости уже появилось в сети. Но сами мальдивские супруги продолжают говорить о расставании. К слову, предположение о том, что парочка решила словить хайп, вовсе не беспочвенно. Сразу после расставания и Оля, и Давид выпустили по своей новой песне. Кроме того, Ольга заработала несколько сотен новых подписчиков в Инстаграм. Ольга Рапунцель, запустившая себя уже почти до состояния Саши Черно, теперь активно борется с лишним весом. Заниматься самодеятельностью молодая мамочка, в отличие от коллеги по телешоу, не стала. Чуть больше недели назад Ольга обратилась в клинику, где для нее подобрали диету. Кроме того, «Звезде дома-2» назначили также специальный комплекс упражнений и уходовых процедур. Накануне Ольга поделилась с фолловерами результатом своего похудения. В последнее время Рапунцель питалась исключительно морепродуктами, благодаря чему смогла избавиться от двух ненавистных лишних килограмм. Впрочем, радоваться по этому поводу молодой мамочке пока рано. Хейтеры уже спустили девушку с небес на землю, отметив, что 2 килограмма в минус – это вовсе не жир, а отеки, которые сошли от правильного питания и процедур. Мария Сегаева, более известная как Марсяга, покинула проект после того, как узнала о своем интересном положении. Правда, уже спустя пару дней Марсяга намекнула на проблемы с беременностью. И тогда многие сразу же подумали о том, что девушка сделала аборт. Тем более, что изначально оставлять ребенка она действительно не планировала. Страшные догадки подтвердил другой бывший участник Никита Барышев. Парень, с которым еще несколько месяцев назад Марсяга была не против построить отношения, заявил, что она избавилась от ребенка, из-за чего самой Сегаевой пришлось оправдываться перед фолловерами. Девушка записала видеообращение, чтобы опровергнуть все сказанное Никитой. По словам Марсяги, речь об аборте не идет и никогда не шло. Правда, в ее жизни действительно есть определенные трудности. Участники Дома-2, прожившие несколько недель на поляне в ожидании перезапуска, продолжают пребывать в неизвестности. Уже ни для кого не секрет, проект действительно продолжит свое существование. Однако пока организаторы находятся в раздумьях, кого из домовцев они хотят видеть в новом формате шоу. К слову, одна пара уже точно получила долгожданное одобрение руководящего состава телестройки. Как стало известно, Майя Донцова и Алексей Купин официально остаются на Доме-2. И, как уверены многие участники и фанаты телестройки, это далеко не случайно. По крайней мере, пользователи социальных сетей нисколько не сомневаются, как Майя и Леша выбили место под камерами. Бывшие участники, нашедшие друг друга на проекте, известны своей любовью к сплетням, пакостям и стукачеству. Вероятно, этим же неприятные зрителям супруги займутся и на новом Доме-2. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Милена Безбородова ответила на главный вопрос, интересующий ее подписчиков и зрителей телепроекта Дом-2. Безбородова встречается с Сергеем Захарьяшем не из-за денег. Ей нравится, что он обеспеченный, работает с финансами и многое может себе позволить. Но деньги в жизни не главное, утверждает Милена. Тем не менее, она призналась, что Сергею ничего не покупает и ничего на него не тратит, скорее наоборот. Захарьяш снял квартиру, сам купил туда мебель и все необходимое, покупает продукты. А Милена удивляется тому, какой он милый и как хорошо к ней относится. Это на проекте Дом-2 у Безбородовой были странные отношения с Алексеем Безусом, когда Милена постоянно упрекала Лешу в том, что он живет и развлекается за ее счет. Уже были новости, что даже подарки его дочке Безбородова покупала сама и один раз оплатила его алименты. Теперь ей повезло и все иначе. Правда, некоторые подписчицы Сереги уверены, что Милена к нему присосалась из-за меркантильных интересов. Хотя поклонники реалити-шоу до сих пор не верят в эту пару, у Милены каждый день щенячий восторг от поступков ее парня. Своими делами она тоже занимается, скоро получит права и купит автомобиль. А вот насчет учебы Безбородова пока ничего толком не говорит. Если Захарьяш такой заботливый и серьезно к ней относится, то он поможет ей получить образование. Или для современных блогеров это не главное. Роман Капаклы радуется, что у него отлично идет фитнес-марафон. Приходит вместе с женой Мариной Африкантовой на встречи с бывшими участниками Дома-2. Даже любимую ранее собачку Боню надежно пристроил в семью Африкантовых, где она воюет с кошкой Никой. Только Татьяна Владимировна недовольна и поведением собаки, и своим зятем. Эпотажная телебабушка тщательно следит за страницами зятя Романа Капаклы и дочки Марины Африкантовой в социальных сетях и нашла новый повод для негодования. Татьяна Владимировна возмущается, ведь Рома тщательно чистит комментарии под любым контентом, убирая весь негатив в свой адрес. Только если антифанаты высказываются в адрес Марины Африкантовой, ее муж предпочитает такие ремарки оставлять, делая вид, что так и должно быть. Обязанный критику в сторону Маришки убирать, считает Татьяна Владимировна, делясь своей болью с подписчиками. Все-таки мира между тещей, такой как Африкантова старшая, и зятем, представителем совсем другого поколения, как Роман Капаклы, быть не может. Испугала своих поклонников Саша Черно, показав на ночь глядя, как выглядит кожа ее лица вблизи без тонального крема и других маскирующих средств. Многие ужаснулись и не смогли сказать, что это может быть, хотя Черно очень надеялась на толковые советы, даже прямо спросила, что это может быть. Впрочем, кое-какие версии у пользователей все-таки появились. Многие уверены, что все дело в том, что Саша ест слишком много вредной пищи. Недавно она объявила о том, что снова худеет, а поклонники со стажем прекрасно знают, что когда Черно садится на диету, ее параметры почему-то растут, а не уменьшаются. Видимо, сейчас худеющее Черно тоже так старательно сидит на диете из жирных и калорийных блюд, что даже кожа не выдерживает. Особо язвительные пользователи рекомендуют обратиться за советом к Дане Сахнову, тем более, что Черно уверяла, что ни с кем не ссорилась и не приглашает некоторых людей, потому что не все могут находиться в одной компании. Видимо, Таня Строкова все-таки ближе, но сейчас ей нужнее общение с Сахновым. Тот избавился от недостатков и демонстрирует чистую кожу. Или Саша только рада такой возможности привлечь к себе внимание. Теперь все обсуждают, как плохо она выглядит, к негативу ей не привыкать. Зато рейтинги и внимание к профилю. Что еще надо блогеру, чей труд так тяжел, как говорила недавно Черно. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!